На фабрике «Аргента» установлено современное, высокотехнологичное оборудование. Оно позволяет получать безупречный продукт на всех стадиях производства. Гордость фабрики – фирменный экологически чистый сплав серебра 925-й пробы «Аргента». Для получения мерных слитков изготовленные гранулы передаются на машину полунепрерывного литья «Индутерм». Гранулы засыпаются в специальный бункер-приемник, где происходит расплав металла. Расплавленный металл попадает в изложницу, где он кристаллизуется. Полоса непрерывно выходит из изложницы при помощи протяжного механизма. По достижении заданной длины гидравлическими ножницами отрезается мерный слиток, который опускается в ванну для снятия окислов с поверхности. Готовые мерные слитки поступают на прокатный стан Кавалини для изготовления проката толщиной от 0,3 мм до 3 мм. Слиток заправляется в прокатный стан и прокатывается до необходимой толщины. Весь процесс прокатки слитков происходит в полуавтоматическом режиме. Для придания металлу пластичности листы проходят отжиг в статической отжиговой печи. Защитная атмосфера в ней исключает попадание кислорода в зону отжига. Производство изделий методом вакуумного литья начинается с изготовления ювелиром-модельером мастер-модели будущего изделия. Мастер при помощи специального инструмента из бруска модельного воска вырезает форму изделия по заранее подготовленному эскизу. После вакуумного литья изделия поступают на участок монтировки. Ювелир-монтировщик отрезает литники, зачищает и шлифует изделия. Доработанные отливки соединяют с серебряным припоем методом газовой пайки. Каждый элемент будущего изделия тщательно шлифуется. В процессе этого оттачивается плавность линий и форм. Изготовленная и утвержденная мастер-модель передается ювелиром-монтировщику для изготовления пресс-формы. Мастер-модель заливают резиновой смесью, потом при помощи острых лезвий ее извлекают. В форме остаются полости, повторяющие рисунок и форму модели. Восковые модели изделий отливаются при помощи вакуумного инжектора. Инжектор впрыскивает воск в специальную форму. После этого восковая модель извлекается из формы, небольшие неровности зачищаются вручную. После этого собирается елочка. На резиновую подставку ставится восковой столб. К нему крепят модели с помощью электрошпателя и паяльника для воска. Собранные елочки устанавливают в специальные цилиндры, опоки, и заливают формовочным гипсом. После этого опоки выдерживают при комнатной температуре 1-2 часа. Затем они отправляются в печь с термостатом. В печи опоки прокаливаются, а воск вытапливается. Этот цикл занимает 15 часов. Перед окончанием прокалки гранулы серебра 925-й пробы засыпают в тигель установки вакуумного литья. Там они плавятся при температуре 950 градусов Цельсия. Когда серебро расплавилось, опоки достают из печи для прокалки, устанавливают в вакуумную печь и заливают расплавленным металлом. Спустя еще час металл в опоках застывает. Отлитые и смонтированные изделия отправляются на виброгидрошлифовку для снятия шероховатости и удаления окислов с поверхности. Внутри барабанов специально подобранный абразив. Вращаются барабаны со скоростью около 2000 оборотов в минуту. После цикла гидрошлифовки изделия промывают в проточной воде и сушат в сушильной камере при температуре 60-70 градусов Цельсия. Разработка нового изделия начинается с детальной прорисовки эскиза и проектирования трехмерной модели. Создаются каркас и тело будущего изделия. По созданной модели пишутся управляющие программы для цифровых станков. Разработанные управляющие программы передаются на цифровые станки. Такие же машины используются в часовой, авиационной и космической отраслях промышленности. Эти станки позволяют изготовить оснастку с идеальной точностью, проработать рельеф будущего изделия до мельчайших подробностей. Немногие предприятия в России работают с таким оснащением, а столовое серебро на оборудовании такого класса производится только на фабрике «Аргента». Применяя компьютерные технологии и цифровые комплексы, фабрика «Аргента» полностью обеспечивает свое производство оснасткой для вырубки, просечки, формовки и чеканки. Изготовленный прокат необходимых размеров поступает на прессовый участок. Там при помощи штампов и прессов полосы металла краятся, врубаются контуры изделий, делаются просечка, штамповка и формовка. Одновременно с формовкой наносится рисунок. Тысячетонным прессом для всего этого нужен только один удар. После штамповки изделия передаются на участок полировки. Полировка и глинцовка выполняются вручную. Для полировки используются круги только из стопроцентного хлопка и полировальная паста. В результате получается лучший продукт, экологически чистый и идеально блестящий. Часть отполированных и глинцованных предметов попадает на участок нанесения холодных эмалей. Эмальеры смешивают эмали и катализаторы для получения нужных цветов. Потом специальным инструментом эмаль наносится на отполированные изделия. Эта работа требует идеальной точности движений руки мастера. Другая часть изделий направляется на участок гравировки. Гравировка выполняется на цифровом гравировально-фрезерном станке по специальной программе. Все изделия фабрики Аргента проходят контроль на всех стадиях производства. Проверяются геометрия, качество литья, штамповки, полировки, эмалирования и гравировки. Опытные контролеры не выпустят за пределы фабрики ни одного бракованного изделия. Аргента Аргента – это тонкий и узнаваемый стиль. Наши изделия становятся фамильными ценностями и хранятся как семейные реликвии. В фирменных магазинах Аргента есть изделия различных коллекций. Классика, от души, королевское детство, а также авторские работы ювелиров-модельеров фабрики. Изделия фабрики Аргента – это эстетика, которой лучше приобщаться с детства.